Мы пришли сюда о том, что за все беззакония будет суд Божий, и грешники будут гореть в огне с дьяволом, а праведники в Царстве Небесном. Христос умер за грехи людей. Да правильно говоришь. Христос дарует спасение даром. Он взял грехи мира на себя и умер за нас, и чтобы люди это знали. И мы возвещаем об этом и днем, и ночью. Православные христиане-проповедники. Если у вас вопросы есть о Боге, о вечности, о душе, о будущем, можете задать. Так, ну, что-то чувство, в принципе, да. Все понимаем в какой-то степени. Понимаешь, слово хорошее. Но если понимал и не делал, бит будет много. Вы знаете все. Вы православный? Да, да. А если православный, зачем вы изображение, Божий образ портите? Зачем бреетесь? На женщину похожи, а то неприлично. В доме две мамы, неприлично. Как, зачем бьемся? Чего биться нельзя, что у нас это устав воинский. Устав. Вы знаете, знаю, что устав. Но вы делаете то, что положено. Вот у вас на... Здесь триколор. Я просто объясню. Вот я ввел занятия во всех отделах милиции, город Барнаул. Городском ОВД, Краевом. Сотни офицеров. И у всех на руках. Я говорю, а что он означает? Ни один не может ответить. Я говорю, этот флаг не надо было придумывать. Он божественный. Он единственный за всю мировую историю такой. Он подойдет при любом строе. Он придет при любом... Ладно, дед. Давай, пойдем. Пойдете, да? Ну, если в дальнейшем надо будет встречу, у нас очень богатые ресурсы. Игнатий Лапкин. Два слова запомни. Игнатий Лапкин. По скайпу. Ага. Напиши номер. Нет, номер. Игнатий Лапкин. И сразу вы ко мне зайдете. Игнатий Лапкин. Два слова запомните. Там богатые-богатые ресурсы. У меня YouTube здесь есть. 17 300 роликов. Как мы деревню православную строим. Этого больше нигде в интернете нет. Все, я сохранил тебя. С Богом. Храни Господь вас. Ага, с Богом. Хорошие ребята. Да. Я хотел сказать, флаг означает коротко. Красная полоса означает, все рождаются в крови. Синяя думать о небе. И белая будет великий белый престол Божий. Суд Божий. Вот что означает российский флаг. С Богом. Он божественный. Это проповедь такая. По милости Божьей такой флаг дан России. Нормально. Откуда? Храни вас Господь. С Богом. До свидания. Это сущность человеческая. Это сущность падшая. В этом нет ничего плохого. Да, вот все плохое. Я плохого ничего никому не сделал. Никогда в жизни. Это мы так думаем. А во свете Библии мы выглядим совершенно по-другому. И вот нигде не пьют все время, как в рулетке. Нет такой больше. Нигде нету. Ни в Ютубе, нигде. Я объясняю, почему. Я вас слышу. Вот знаете, практически. Вот выступает Нургалеев, министр внутренних дел Российской Федерации. И он говорит, в стране примерно 3,5 миллиона беспризорников. Как в гражданской... Это ужасно. Ну, может. Я не оспариваю. Я сам не считал. Но я каждого спрашиваю. Я веду занятия одновременно в пяти университетах. Три программы за мной. Это ужасно. Да. Это ужасно. А занятия... Когда заведу своих детей, когда мне будет достаточно своих детей, я возьму детей из приюта. Я хороший человек. Я порядочный человек. Но моей порядочности не отменяет ничего. То, что я пью, курю и матерюсь. Ну, давайте по порядку. Пить. Пьяницы, Сарстве Божьем, не наследуют. Первое послание к коринфянам, 5 глава. Я не пьяница? Нет. Нет-нет. Я не называл вас пьяницей. Я говорю вообще. Дальше. Курение отнимает 12 лет жизни. И последние 10 лет туберкулезом... Ну, возьмите вратаря Яшина. Ногу отрезали вторую, руки, ноги. И все равно не бросил курить. Дальше. Конкретно. Я матерюсь. Про курение я вам скажу. Я лучше помру от рак легких, чем от Альцгеймеров. А не отойти, потому что в Библии написано, делающий грех, это раб греха. Если Сын Христос освободит вас, свободны будете. Курение не грех. Вы за Бога не решаете. Это тело нам не принадлежит. Оно Божий храм. А Бог пускай за меня не решает. Ну, я должен возвестить. Я не могу по-другому сказать. И ничто не избавит вас. Вот представьте. Я вам говорю, что я лучше умру от рака легких, чем от Альцгеймеров. Я согласен. Пока вы со Христом не встретились. Когда встретитесь, вы ужаснетесь. Ну, когда это будет тогда? Эй! Вот представьте себе. Я маленький из своей биографии скажу пример. За слово Божие. Меня в прошлый раз арестовали не раз. И я освободился в последний раз в восемьдесят седьмом году. Я вас слушаю. Ну, вот представьте. Я не верующий. Меня посадили. Ну, за что-то бы. Конечно, не за то, за что верующего посадили. Статья 295. Я в восемьдесят седьмом еще не родился. Да. И вот представьте. Я захожу в камеру. Я пять тюрем прошел. За слово Божие. Вот я только зашел. Потом я узнаю. В камере. Вы пока не курите, пока разговариваем. Пожалуйста. В этот момент. Я интересный случай вам расскажу. Я вас слушаю. В камере семьдесят пять человек. Потом мне сказали. Я зашел. Там только как щерви. Шевеляться дым. А рассчитано на двадцать пять. Три человека на одну кровать. Шконка называется. Ну, я зашел. Ну, я не верующий. Как зашел? Ну, встал. И стою, жду. Когда, куда разрешат мне. А кто я? Они опущены? Я зашел только. Мир дома сему. Я вас слушаю. И вот подходит один человек. Ну, дальше я узнаю. Вор в законе. Там пахан. Шесть ходок у него. Отсидел он. Он сразу подошел. Так. А я с бородой еще. Меня спрашивают. А вы по какой статье сидите? Я говорю. Сто девяносто прим. Что? Мента грохнул? Я говорю. Сто девяносто мента. А это нет. Вы не курите, пожалуйста. Чтобы я мог разговаривать. Это у нас не положено разговаривать. Я вас слышу. Вы сейчас не закуривайте. Я сейчас закончу. Так. Ну, все тогда. Я вас слышу. Нет, не надо. У нас нельзя разговаривать, когда курит человек. Почему? Ну, нельзя. Правило. Я же вам ничего плохого не делаю. Мы вас ценим. Мы ценим вас, как вы сами себя не цените. Потом вы будете вспоминать. Я, может быть, себя не ценю. Я вас слушаю. У нас, ну, понимаете, условие у нас такое. Когда человек курит, в уставе написано. Не разговаривать, пока не бросит папироску. Я не говорю бросить. Положите ее, чтобы она к вас не касалась. Ну, маленько. Это один. Ну, не могу. Некуда мне. Ну, пять минут не умрете. Что ж такое раболепие? Это перед злой, вонючей травкой. Ну, пожалуйста. Я прошу вас. Это не раболепие. Так, все, пока. До свидания. До свидания.